Слава Украине! Привет всем от Полонского! Интересные новости приходят, как обычно, от Пригожина, от путинского повара. И от этих новостей у кремлевских, да и вообще у Рублевки там, должен такой холодок по коже пройти. Сейчас я объясню, в чем дело. Значит, тут даже две новости. Одна о Пригожине, другая о Газпроме. Сейчас вы поймете, в чем тут суть. Значит, Пригожин заявил, что его армия, видео, кстати, можете посмотреть, что он там говорит, видео снизу, как обычно, в описании к данному ролику. Так вот, Пригожин заявил, что его армия должна трансформироваться из зековской и наемнической, должна трансформироваться в армию с идеологией. Опаньки! Да, армия с идеологией и армия, которая будет основана на идеологических мотивах. А что это значит? Вот как это понять? Ну, это значит, что он хочет сделать из своих вот этих вот, из своих этих товарищей, это нечто подобное. Знаете, такую помесь Красной Армии и НКВД. Армия с идеологией, да. А теперь давайте подумаем, ну, а против кого это? Какой смысл это делать для войны с Украиной? Ну, они и так воюют, они и так ни хрена тут не могут. А зачем она, ему тогда, армия с идеологией? То есть, в войне с Украиной это бессмыслица. Но, вот в войне внутри России, это очень даже смыслится. Потому что там нужно будет объяснять людям, которые идут в армию, вот в войне, когда это начнется внутри, для чего они идут, против кого они идут, кто их враги, и т.д. и т.п. И вот там это очень сильно понадобится. А еще он заявил, что задачей этой армии, вот это, пожалуй, самое важное, это социальная справедливость. Опаньки! Совсем уж НКВД. То есть, социальная справедливость, это разделить все между всеми. Ну, в понятии их, да. А где наибольшая социальная несправедливость? Правильно, на Рублевке. Где миллиардные деньги, где в дачу того же Шойгу, Гупена, бюджет там Кемеровской области, или как там этот бантус там называется. Где гигантские просто деньги, где миллиардер на миллиардере, миллионеров там никто даже за людей не считает, там они в прислуги бегают. И вот где он и будет устанавливать социальную справедливость. Верьте мне. Полетят сурки от Рублевки и им подобным. Это первый момент. Но второй момент, ему это будет сделать непросто. Потому что в данный момент, вот, таблоид Бильд пишет, что Газпром уже создает свою частную армию. То есть, на российскую армию, на министерство обороны, на полицию, надежды у них никакой больше нет. Они все прекрасно знают, что при развале государства, единственное, что останется, это частная армия. Это бойцы частные, готовые защищать по тем или иным соусам указания того или другого хозяина. В данном случае, Пригожина. Они объявят его то ли Новым Ильичом, то ли Навуходоносором, не знаю, то ли Папой Римским, ну, то ли Мамой Римской, не знаю, там, в зависимости от его, кажется, желаний. Так вот, это будет один, да, тут такие пролетарии пойдут. А Газпромовская частная армия будет защищать, соответственно, тех, кто украл миллиарды. И вот, между ними ждется замес. Российская армия и полиция сойдут на нет. Почему? Потому что государство будет банкротом и платить им толком не сможет. А вот такие, как Прихожин, как раз окажутся на коне или Газпром. У них деньги есть, вот они будут рассчитывать налево-направо, там, отстегивать. А полиция, армия у них будет, знаете, помните, вот кто, помнит, вот как в 93-м году, если кто помнит, как можно было вызвать тогда еще милицию, да? Звонишь им, говорит, у нас тут, да, вот там, что-то случилось, там, кто-то кого-то избил, еще что-то. Это я очень хорошо помню. А они мне говорят, а вы нам 5 литров бензина зальете? Я говорю, ну да. А, ну хорошо, сейчас приедем. Вот так это было. И так это и будет на России, поверьте мне. Вот так это будет. То есть, армия, ну видите, им будет нечем платить в результате, и оно будет так, оно будет в плохом состоянии. А вот наоборот, всякие региональные церкви, вот такие вот типа Пригожина, либо же корпоративные армии, типа Газпромовская, или армия Татарстана, армия Башкортостана, армия независимой Бурятии. Вот это все, вот это все начнет бурлить и воевать между собой. И самое главное, все вместе будут шмонать рублевку, потому что все бабки, яйца Фаберже, берюлики, Мерседесы, Роллс-Ройсы находятся условно на рублевке. Ну там таких, я же понимаю, там рублевка не одна. Это как у нас конча-заспа здесь, да? А что же не одна? Ну и там не одна. Ну вот я условно говорю, понятие рублевка. И буду там устанавливать на рублевке социальную справедливость. Так что, все же я могу сказать, в очень скором времени, когда Россия потерпит поражение в Украине, в этом я не сомневаюсь ни одной секунды, я еще буду ролик записывать на эту тему, как это все будет смешно выглядеть, увидите. Вот. А вот рублевки напрячься. И очень сильно. И быстро-быстро создавать частную армию, эту Газпромовскую, еще какую-то. Потому что Пригожинские уже идут вместе с кувалдами. Слава Украине!